Ноябрь 2012 года. Демонстрация сопротивления. Боевой арсенал группировки, известный как палестинский исламский джихад. Военный парад на улицах Газа. Однако среди тысяч автоматов появляется нечто не столь обыденное. Новейшее европейское оружие в распоряжении организации, которую Запад называет террористической. Это F-2000. Гордость бельгийского оборонного производства. Он очень сильно напоминает автомат из видеоигры. В плане технических характеристик есть много других вариантов. Но если вы хотите выделиться или хотите выделить свою группу телохранителей, это хороший выбор. Так как же автомат из маленького бельгийского городка попал в руки джихадистов? Это один из крупнейших производителей оружия в Европе. Именно здесь начался Путия в 2000. Согласно документам, в мае 2009 года более 300 штурмовых винтовок, сделанных на этом заводе, совершенно легально были направлены в Ливию. Два года спустя в Ливии вспыхивает война. В результате ожесточенных боев режим Каддафи доживает последние дни. В сентябре 2011-го F-2000 появляется снова, в этот раз, в руках повстанцев. Один из них по имени Али рассказал источнику BBC о том, как впервые нашел автомат. По его словам, он стоял на блокпосту в центре Ливии, когда подъехала машина, принадлежащая силам Каддафи. «Мы заставили их выйти из машины», — сказал он. «Забрали машину и передали их революционным властям». В багажнике они нашли нечто, что он назвал удивительным оружием. Автомат оставался у них всю войну, а после ее окончания, как рассказал Али источнику, они направили его для помощи народу газы. По его словам, это был подарок. Год спустя F-2000 заметили в руках члена группировки «Палестинский исламский джихад», представители которой сообщили BBC, что автомат все еще у них. Эксперты считают, что он действительно был выпущен на бельгийском заводе. Видеть два разных автомата, F-2000 и АК-130 в одном конфликте, зрелище очень необычное. А то, что вскоре его увидели в газе, стало довольно красноречивым знаком. Затем нужно было лишь сопоставить факты и поговорить с источниками на местах, которые могли бы подтвердить наши подозрения. Пока была война, было оружие. Остается вопрос, если потоки вооружения остановить нельзя, можно ли остановить бои? Спрос на услуги экстрасенсов в России как никогда высок. Продолжение следует... Продолжение следует...